Лёшка Лёшка работал охранником в одном супермаркете. Тогда стоял холодный январь. Как раз он работал в дневную смену, часов в десять вечера. Пришел его сменщик, пока то да сё поболтали, покурили, чай попили. Время было уже начало двенадцатого ночи. В эту ночь передавали штормовое предупреждение, так что без надобности лучше нос не совать на улицу. Блин, ну и погодка. Как же сейчас топать до дома? С недовольством спросил Лёха своего сменщика Игоря. «Оставайся здесь, кровать есть. Подоспишься и завтра с утра домой пойдёшь», — сказал Игорёк. «Нет, я пойду. Ну всё, пока, до завтра», — попрощался Лёха и вышел из магазина. Милов ту ночь на улице сильно, можно сказать, до дома он ушёл на ощупь, благо не так далеко. А жил он в частном секторе, и переходя дорогу, он подскользнулся. Резкая боль пронзила ногу, в глазах аж помутнело. Он попытался встать, но никак. Боль была просто адской. «Чёрт!» — крикнул Лёха. Как вдруг голос мужской где-то рядом сказал, «Давай руку, помогу». Через пелену снега он увидел прямо перед собой лицо мужика. И как он его тогда описал? Передаю полностью с его слов. Глаза поднимаю, стоит мужик, блядь. Ну на чёрта в натуре похож. Я ж на очко присел, хотя я и так на нём сидел. Чёрная борода покрывала чуть ли не всё лицо. А глаза вот такие, бля, страшные охуеть. Я ему говорю, сам встану. А он, «Нет, руку давай». Чё кричал тогда? Я сразу не понял, о чём он. Дал ему руку, он меня поднял. Хочу заметить, что вес Лёхи немаленький. Так вот, поднял он его легко, перекинул руку через плечо и поволок. Всю дорогу молчали, только иногда Лёха морщился от боли. До дому дошли довольно быстро. «Вот тут я и живу». Лёха облокотился на калитку и стал её открывать. Мужик его руку отпустил, встал сзади. А дальше, со слов Лёхи, калитку, когда открывал, видел, что стоит он за спиной. Открыл, поворачиваясь, чтоб спасибо сказать. Думал, домой его ещё пригласить, там налить ему рюмочку другую. А то, наверное, устал мужик, замёрз, поворачиваюсь, а его нет. Ну не мог же он так быстро свалить. Кругом равнина, да и убежать за соседний дом он тоже не смог. Постоял минут пять, да и в дом пошёл. Вызвал скорую, посмотрели, сказали, вывих, пройдёт, не парься. Укололи чё-то, я уснул. Снится мне этот самый мужик и смеётся во сне, а потом и говорит. Спасибо мне, твоё не надо, потом расплатишься. В общем, проснулся я в холодном поту. Страшновато было. Вот тогда-то я и вспомнил, что когда упал, выкрикнул чёрт, да так громко. Может, он за мной его приходил, хер его знает. Продолжение следует...